МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы хотите стать миллионерами? Хотите дом в Майами? Хотите купаться в золоте? Такие вопросы задают своим жертвам бизнес-проходимцы. Схемы обмана доверчивых граждан были обкатаны в нашей стране еще в 90-е годы. Создатели таких финансовых пирамид, как МММ, Властелина, Хапюр Инвест, Русский дом Сиринга, нажили на своих согражданах миллионы. Им на смену пришли очередные нечестные на руку дельцы. Под видом бизнес-тренингов, касс взаимопомощи и клубов развития личности на сцене появились новые мошенники. Они пошли дальше своих предшественников, начали называть себя богами. Но ни к религии, ни к бизнесу эти криминальные личности не имеют никакого отношения. Все, что им нужно, это вытащить последнее сбережение из карманов наивных людей. Почему постановочные спектакли жуликов до сих пор имеют успех у доверчивых граждан? Кто дергает за ниточки персонажей этих криминальных шоу? И кем на самом деле являются кукловоды финансовых пирамид? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бутырский следственный изолятор Два года как бог Кузя, он же Андрей Попов, он же епископ Роман за решеткой Его обвиняют в мошенничестве и создании некоммерческой организации, посягающей на свободу личности и права граждан Мы встретились с проходимцем во время следствия, это пока единственное интервью, которое он дал журналистам Видно, что жизнь в СИЗО привела ряженого в чувство Богом себя он больше не считает, проповеди не читает, пытается шутить Я вроде человек адекватный, сумасшедшим не являлся Сами видите, вроде говорю, нормально связано Вроде это, ангелочков не ловлю, покемонов тоже Ушка! Ай, ушки! Ой, по ком это метла платит? У тебя в обыск хорошо помните этот день, когда пришли с обыском? День с обыском? Ну как хорошо, знаете, такое помнится всю жизнь Я хотел процитировать Розенбаума, кажется, да, что волос был чернее, чернее смоли, стал седым Это насчет обыска, помнили я день обыска, наверное, такие дни помнятся навсегда И не дай Господь, кому такие дни пережить, как я самому своему злейшему врагу такого не пожелаю Вы размышляли, почему вы здесь? Я думал, что это, во-первых, закалка Ну, говорят же, Бог кого любит, да? Там удают всякие испытания, проверки Не впаду ли вы ныне, не буду ли как-то ослабляться? Нет, вроде не впадаю никуда Не ослабляюсь, вроде как-то ко всем отношусь хорошо Как у вас отношения с сокамерниками? Вы знаете, я ни с кем не ругаюсь Со мной вроде тоже Но как-то никто, наверное, не подшучивает в связи со всеми этими историями? Вы знаете, бывало, особенно в начале Ну, вот эти вот деньги, нашли деньги, как же Миллионеры и все такое Как будто это я миллионер Ну, вот, наверное, видите, вот на мне, вот, мальчика, да, эта футболочка Я в ней зимой хожу, в эту футболочке Пожалейте сироту бесприютную С малых лета жил в людях Ел не досыта Спал без спроса Не досыпал, в общем, я Мы попросили описать, как сейчас проходит день у Андрея Попова в сезон Как день проходит? Они очень похожи Потому что, вы знаете, кроме разговоров и телевизора, да кроме того, что я стихи сочиняю часто Прошу своих закамерников, вот, друга своего в основном Он записывает стихи Стихи, она о чем основывается? Вы знаете, не о СИЗО В основном о СИЗО очень мало Есть чуть-чуть, но в основном нет В основном, так же, как раньше было О Боге О любви Вообще, о смысле жизни Разное Наверное, больше всего о любви Может, прочитайте нам что-нибудь сейчас Можете наизусть Могу Избавим вас от сомнительного удовольствия Слушать стихи арестованного афериста Андрея Попова И расскажем о том, как и зачем создавалась секта Бога Кузи Как заманивала людей Как собирала с них деньги и превратилась в финансовую пирамиду Куда обманутые люди несли рублей, доллары и евро Как за этой тоталитарной сектой стоял опытный кукловод Расчетливый и циничный бизнесмен с обширным криминальным прошлым Бог Кузя был для него лишь ширмой, средством заработка Попов – это актер народного театра Прискощайся Фу, какая гадость Ой, фу Блинов хочу Со сметаной Блинов хочу Блинов хочу Субтитры создавал DimaTorzok Будущий основатель деструктивной религиозной секты Андрей Попов Родился в подмосковном Долгопрудном После перенесенной в детстве тяжелой болезни Частично потерял зрение Мечтал о собственном зверинце Завел попугая и краба Кстати, попугая звали Кузя Эту кличку Попов потом взял и себе В качестве второго имени С родителями отношения были сложными Отец ушел из семьи Мать жестоко наказывала мальчика В 14 лет Андрей Попов начал посещать Сомнительные религиозные лекции Затем стал читать их сам Обладая феноменальной памятью Мог пересказать целые книги Закончил школу золотой медалью Поступил на исторический факультет МГУ Юноша женился, у него родился сын Скоро он понял, что на его лекции Приходит намного больше народу Если он выступает в рясе Так и начал выдавать себя за священника Я познакомилась с этим человеком Когда были лекции в академическом институте Почвоведения Я услышала просто от других людей Которые туда ходили Что есть вот такой священник Который интересно достаточно читает Эти лекции были платные Деньги были в тот момент небольшие В общем где-то менее 50 Ну где-то 50 рублей потом стало больше Значит представлялся так называемый этот Вот господин Поков Он представлялся иерархом Русской православной церкви Вроде бы на покое И что он поскольку по здоровью Не может служить Вот по своему Соответственно своему сану Он якобы Служит в каком-то дальней епархии На западной Украине Интересно, кому это счастье привалино? Он как мне известно пытался стать священнослужителем Что в действительности у него не получилось Ну есть два образования высших Он действительно там помогал В какой церкви уже не помню Не буду брать Но он всегда видел себя священнослужителем Он так же одевался как священнослужитель Такие же действия выполнял Там молился Но в реальности он никогда не был священнослужителем Уже тогда бог Кузя Стал объектом пристального внимания Российских сектоведов Сейчас его биография хорошо изучена Секта владыки Романа называлась Первоначально распечатки тут его Я пришел, чтобы мир от паразитов освободить Представляете, какая миссия классная Мне так нравится моя миссия Я пришел, чтобы мир освободить от гнили От гнили в человеческом обличии От плесни, от микробов, от глистов с человеческим лицом Молебны, которые они заказывали В разумлении Поздравить благополучие детей О помощи детей О помощи в выборе жизненного пути От сбавления в ныне И дарования радости в жизни То есть таких молитв В принципе в нормальном православном храме Заказать нельзя получается Нет, нет, нет Ну как это Каждый стоит там где-то 3 тысячи Или что-нибудь такое Сбор денег за несуществующие молитвы Стал первым мошенческим способом Заработка Андрея Попова Скоро ему этого стало мало Тогда Попов и его адепты Начали работать на православных ярмарках Которые проходили возле храмов И на больших выставках В карманы аферистов Хлынули настоящие капиталы Выплыли уже на православных ярмарках И где они выступали Не от имени Андрея Попова А от имени различных Далеких сельских храмов Или там каких-то монастырей Где собирали Собирали пожертвования И очень большие деньги На какие-то молебны В том числе экзотического свойства То есть молебен, например Бизнес-успехи Молебен снятия родового проклятия Молебен в успешном знакомстве С будущей невестой И чего у них только не было Вот одна из таких православных выставок На ВВЦ в Москве Адепты Бога Кузи Оккупировали здесь 56 павильонов Маскируясь под представителей Храмов и монастырей Продавали церковную атрибутику Иконы Но в основном принимали деньги За молебны и акафисты Записки об упокое и здравии Доход с одной точки Приносил до 100 тысяч рублей У нас есть информация Что здесь есть представители Так называемого бога Кузи Которые обманывают посетителей И говорят, что они православные Я пока не слушаю Причем есть точная информация Что вы главный И собираетесь с них деньги Вы кто? Совещанный служитель? Вы можете сказать? Нет, я послушник Вот, а в каком монастыре? Я не обязан и не хочу Отвечать на ваши вопросы Простите, если вы носите Простите, а можно поговорить с вами? Нет, я не могу А что случилось? Я не хочу с вами поговорить А почему? 60 рублей Вы просто обманываете людей И этому исчастному священнику Давай 5000 рублей А все остальное Забирай себе Никто не молит за эти записки Это же факт Я не хочу фотографироваться Я не буду вас фотографировать Такие православные выставки Проходили в разных городах страны Этим эффективно пользовались аферисты Из финансовой пирамиды Секты Бога Кузи Вот, например, Ижевск Идем ловить сектантов Так, ну это ярмарка в Ижевске В Удмуртии Идем искать Секту Кузи Здравствуйте, а вы из какого монастыря Можно узнать? Винница, Украина Здравствуйте Мы делаем небольшой доклад Для нашей епархии Я скажу Знаете, батюшка не благословил Ну, нас лепископ благословил Так что все в порядке Наш батюшка нас благословит Приехали Секты Одна из этих сект Секта Бога Кузи Которая в данном месте Имеет порядка 25-26 стендов Это страшная секта Выманивающая не только деньги Но еще и выпищая души Как правило, с выставок Какие-то церковные выставки, праздники Они рассаживали своих адептов Вручали им поддельные лицензии Свидетельства, подписанные священнослужителями И под этим видом Что там они церковь хотят построить Помочь там Беженцам, там Донбассу Основной заработок шел с больших православных праздников Где большая масса людей собиралась И вот приходили, приносили пожертвования То есть все вот эти документы Которые они на выставку показывали Это абсолютно обычная бумажка была Распечатанная на плитере цветом Сейчас Андрей Попов, он же бог Кузя Категорически отрицает то, что он был заинтересован Выманивать деньги у доверчивых граждан Мол, никогда о материальном не думал Только нес людям свет истины Где мой черствый хлеб? У меня не было никогда цели обогащения Или там кого-то одурачивать, как сейчас говорят Или как вот эта вся клевета, которая вливалась просто струями Из бронзбойта На мою голову и на голову моих друзей Что я там ради денег или ради какого-то мошенничества Или еще чего-то нет У меня таких мыслей не было И быть не могло Потому что цель у меня была Рассказать людям Интересные вещи И не просто интересные, а полезные для жизни Я могу сразу с денег Давай начни деньги Да Я собирала деньги Мы собирали на животных Собирали на день рождения Так, смотри в глаза Хватит себе святою делать Ты, блядь, я вижу какая Ты жадная, блядь Сволочь Это я тебя лечу И ты мне на животных пожмела деньги Ах ты, сука Ах ты, стерва Ах ты, блядь Это единственное, что меня радует вообще Да, в этом мире Я, честно говоря, думал, что тысяч 20 Ты как минимум захочешь Мне не нужны, подавись их своими С*** Отрудья Хотел бы ничего дать тебе Ты еще не могла дать Из этих своих, да? А вдруг, да? Сколько же всего человек вовлек в свою секту Проходимец Андрей Попов И сколько городов накрыл своей сетью Когда даже проходили задержания главных участников Некоторые лица скрывались в различных регионах И хорошо прятали их адепты То есть пришлось направлять группы в различные регионы Проводить там мероприятия Чтобы задерживать остальных адептов За руководство А до определенной группы, да? Другая там отвечала за проведение Различных мероприятий Боу-Кузи Другая там за выставки Подсчитать невозможно Довольно-таки большое количество Тысячи-то сотни Да, да я думаю тысячи Вот проснетесь А Кузенька уже пропал С голоду и холоду Популярность Андрея Попова росла Попались на его удочку И некоторые наши коллеги-телевизиончики Я понял, что Очень легко Говорить Ударили тебя по левой щите Ты подставь правую Не суди, да не судим будешь Царство Божие внутри нас И прочие прописные истины Но исполнить их в жизни Действительно, когда тебя ударили по левой щите Подставить правую Могут, наверное, единицы Я просто почувствовал, что Реально человеку Это практически не по силам Субтитры сделал DimaTorzok На публике ряженый проходимец Андрей Попов Любил рассуждать о смирении Но в жизни своей секты Он установил Жесточайшие правила Это аудиозаписи Его закрытых собраний В Большом Кондратевском переулке На них Бог Кузя Унижает своих адептов Безжалостно бьет их Оскорбляет Требует тотального подчинения И денег И все это Приправлено отборным матом Я устал Я не позволю этого больше тут Все слышали? Блядь Что да? Два Отвечай вот ты Блядь Дура Недорезанная Без аргументов я Больше ничего не буду говорить Только Аргументы Что ты? Без аргументов Мородом Только Что стоишь колбаса жирная Голос Что да? Что да? Дура Не буду больше Встать Ты говори нормально Визня Визня Ты нихрена не понимаешь Ну ты дождалась Ты достала уже Класс Класс Видно Вот это нормально Я достала уже Все Круси Смотри как она морду поднимает Не поднимай свою волчью морду Опусти ее Опусти Да хоть сдохни Я обсуждался Недельный заработок Бога Куси Кто сколько принес Провинившись Довольно таки вот Серьезно наказывали Даже это было Ну видно и слышно На аудиозаписях Били по мягким Я так скажу Частям тела По гениталиям били Палками Тапками Били Если человек Принес мало денег И не смог объяснить Почему Принимал несколько людей В избиение Вот В том числе И в этом Принимал бог Кузя И его приближенные лица Я так хочу Тебя вот унизить Над вами Понимаешь За то что ты Над всем Нахал Вот так Я так не хочу Босс Творюга Босс Я очень Я очень Мерзавка Нахлебница Я очень Кузя виновата Перед тобой Конечно Неграмотная тварь У них Происходили Орги С наложницами С кем захочешь Как захочешь То есть Это можно было У них Это делать В секте Андрея Попова Были введены Различные виды Наказания Например Выдра Ритуал унижения По итогам недели Психологическому насилию Подвергали тех Кто принес Мало денег Или был уличен В том Что оставил Какую-то сумму Себе От провинившегося Требовали покаяния Поносили его Последними словами И когда Униженный человек Просил прощения Ему Отпускали грехи И вот как это происходило Какого черта я это делаю Мне чего нужны что ли Я восхлуждаюсь Да пошли Меня со зверями Ты сейчас не терей Потому что звери святые Понимаете В отличие от вас В семь В семь В семь В семнадцать В семнадцать У нас звери прекрасные Я на вас В то время трачу И вообще Я равнодушная скотина Что Мне На остальных Вообще наплевать А свое вот Надо А свое Брыжи А свое у тебя там А не здесь Я думаю У тебя здесь свое А как у тебя там свое Любовь ей подавай А где вот у меня любовь Какая тебе любовь Чертой матери Любовь тебе Ты же меня любишь Очень сильно Выдра Это Так называемый Горячий стул То есть когда Человек Человека сажают Отдельно И вся остальная Свора Накидывается на него Его оскорбляют Его обвиняют Его На него орут Его там Заставляют каяться И так далее Это действует Это действует Не только На того человека Который Подвергается Этой выдры Но собственно И на всех тех Которые Принимают в ней Участие Потому что Во-первых Воспитывается Чувство сфоры И то что Все против одного Это очень заразительно Так сказать Люди Часто на это Ловятся Приятно быть Частью единого Целого И там Обличать Единого врага Более жестоким Наказанием Была так называемая Щука Провинившихся Бог Кузя Или кто-то Из его приближенных Бил плетью По спине Или хлистал Резиновым сланцем По лицу И гениталиям Наносили Около Ста Двухсот Ударов Класс Вали Воспитывай Настранство В положении Не то Понятно Дай ему взморчику За то что Тварь такая Вноздушная Сидит Ага Кузя про ты Рассказывал Сидит Куреатр Что это добрый Поняли О Все поняли Что это добрый Правда Настя А вот тебе Соболью щуку С старского плеча Соболь Щука Когда человека избивали Избивал собственно Лично Кузя Либо его Ближайшие Помощницы Женщины Обычно Как рассказывают Пострадавшие Били толстым Резиновым тапком По лицу Наотмаш Что очень больно Одной из пострадавших До сих пор Расстались с вами На лице Били до крови Мы спросили У находящегося В СИЗО Андрея Попова Об избиениях В его секции Хитрый И изворотливый Проходимец Заявил Что все это Злые языки Вообще так неприятно Об этом Сейчас пересказываю Все эту грязь Правда Такой непонятный Метод Как выдра Расскажите Что это такое Вы знаете Я не знаю Что там Что там назвали Нет там выдра Не знаю Что такое выдра Я знаю Что Ой там Наверное что-то Многие все гуляют Я думаю не только выдра Что такое выдра Я не знаю Слушай Ты очень неправильно Что ты по сей день После стольких выдр И щук Бесчисленных Ты еще что-то Из того периода В себе умудряешься Оправдывать Вы знаете Просто было Что человек рассказывает О своей ситуации А ему Я или Кто-то из Других Кому есть что сказать Просто комментировал Эту ситуацию А что же ты доверишь Мою божественную Дополно Если я бог Что да Ты изменишься Ты вообще не изменишься Никогда Ты сгоришь в воду Но пока еще ты ходишь По этой проклятой земле Я к тебе делаю шаги А не ты ко мне Другие знаешь Мне плевают Другие они псы и гады Их надо топтать А меня Святого Знаешь И больше святого Бога живого Понимаешь Отца небесного Высшего Христа Миллионы раз Понимаешь Не надо так со мной Понимаешь Нет я не бил никого Ни трапкой Ни ремнем Ни тамком Ни ремнем Не убил я никого Нет А что может сказать Об этом Вроде так Не знаю Вы обличаете Вы обличали людей Грубо в грехах Какими-то там Бранными словами Грубо Да нет Вроде Такие слова Которые вы говорите Не помню вообще Вроде Это не в смысле Вроде То ли было То ли нет Вроде Это я иронично говорю Нет не было Я нет Какие там аудиозаписи Но вы знаете сейчас Насколько техник совершенна Можно любые аудиозаписи сделать Да что сказал Хочу ватрушек А ты что напекла Вот ешь теперь сама Внутри секты сложилась устойчивая иерархия Первый круг Это ближайшее окружение Жены бога Кузи Второй круг Наложницы и помощники Круг третий Люди которые занимались организационными вопросами Кассиры Менеджеры Простые последователи Заняты ежедневным сбором денег Четвертый круг Отведен для тех кто еще не знал О божественности Кузи И наконец круг пятый Демоны Разоблачители культа И враги секты На них запрещается даже смотреть Он себя называл богом По-моему там написано Что он там на 96% бог 1% человек Я боюсь собрать На 3% любовь Что-то такое Такая форма Он вообще очень любил подсчитывать эти проценты У него все Он там писал что-то Он на 742% Талантливее Баха Там Или что-то такое В своих музыкальных сочинениях Он же Он же рисовал какие-то картинки Несмотря на то что выдавался за слепого Но картинки все цветные Цветные он рисовал Очевидно Андрей Попов Испытывал комплексы Перед мужчинами Поэтому его секта В основном состояла Из несчастных Потерявших себя Женщин Которых он мог Морально унижать И насиловать Его окружали Практически 95% Женщины Он ими владел Он ими командовал У него какая-то была Определенная власть Ему это нравилось Он никогда не работал Он никогда ничего не делал Он только Починял Людей Которые По тем Неверным причинам Ну что-то у них с душой произошло И он их Починил к себе Ему это очень нравилось И он этим всю жизнь Жил До момента Когда его Сдержали А чего это? А это наш Кузенька Жир бесится Побесится И маленький Пойдет Завела Дармоеда Напомним При обыске В квартире Сектантов Нашли 219 миллионов рублей Откуда могла взяться Такая Огромная сумма Во-первых Это не моя квартира Где я находился Во-вторых У того человека Чья квартира Насколько я знаю Как мне рассказывали Это ее То ли знакомые То ли знакомые Это их Те деньги Которые Они хранили У нее В ее доме В ее квартире Я этими деньгами Не пользовался И вообще Мне до них Дела Дела не было Не было Я из них Ничего не имел Слава Богу Я не жадный Я домовитый Ну до осени Дать Следствие скоро Выяснило Для кого Собирали С граждан Миллионы рублей Вместе с Андреем Поповым Были арестованы Три женщины Бухгалтер секты Галина Маркевич Организатор выставок Надежда Розанова И хозяйка квартиры В Большом Кондратьевском переулке Жанна Фролушкина Через Фролушкину Следователи Вышли на куколовода Секты Бизнесмена С криминальным прошлым Юрия Ананченко Сменившего Только фамилию И он стал Юрием Цукерманом Именно он Являлся Конечным Собственником Миллионов Бога Кузи Изобродная Моя Мунку А Внученка Моя Кузинка Юрий Цукерман Он же Юрий Ананченко 59 лет Уроженец Омска В преступном Мире Кличка Солидол Имеет Несколько Судимостей По статье Мошенничества Последний Срок Получил В 2006 За аферу С зерном Мошенник Мошенник получал Страховые выплаты А затем продавал Автомобили На черном рынке Последнее И самое громкое Дело Цукермана Покровительство Секты Бога Кузи Мой Бога Кузи Это бренд И за ним Стоят те люди Которые снимают Сливки То есть Денежные средства Они раскручиваются Тем иным образом Вот И схема Абсолютно Старая Она уже давно Работает Проверенная Годами И все То есть Просто пришел Их час ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу после ареста Бога Кузи И его миллионов Гражданин Цукерман Впал в тоску Он не собирался Отдавать Отнятые У доверчивых граждан Деньги Поэтому Придумал Хитроумную Схему По их возврату Юрий Цукерман Обратился В Химкинский суд С иском На сумму 219 миллионов рублей Аферист Доказывал Что пострадал От сектантов Которым он доверил Свои капиталы И требовал Вернуть деньги Изъятые Во время обыска В качестве доказательства Цукерман Предъявил Договор хранения Денег И расписки В которой Хозяйка квартиры В Большом Кондратьевском переулке Жанна Фролушкина Обязалась Вернуть ему Миллионы По первому требованию Фролушкина Через Своего представителя Предоставила суду Нотариально Заверенный документ В котором Она Соглашалась С иском Юрия Цукермана И просила Рассмотреть Данное дело В ее отсутствии Ну вот 16 мая 2016 года Химкинским судом Было вынесено решение В котором Был подтвержден Факт принадлежности Данной суммы Юрию Цукерману И соответственно На основании этого Был выписан Исполнительный лист Об направлении Данных Средств На расчетный счет Который Цукерман указал В иске В августе 2016 года Данные денежные Средства Были Причислены Что же стало С миллионами Бога Кузи Который Ловко вернул Себе Его куратор Юрий Цукерман И где сейчас Сам Кукловод Секты Как неизвестно Он сразу При получении Этих денежных Средств Он их сразу Обналичил Часть потратил На свое усмотрение На какие-то Дорогие машины Ну а потом Скрылся Когда сотрудники Полиции Его начали разыскивать Приехали С обыска Он пропал Как мне известно Он сейчас Находится В розыске Довольно-таки Хитрый И умный Мошенник То есть Со своим Прошлым С своими Навуками Секта Бога Кузи В целом Для него Это что? Это основной Заработок был Потому что Судя по Изъятным Денежным Средствам Там был Колоссальный Доход Приворят Вам счастье Приворило Бесховестно Врот Когда деньги Бога Кузи Были перечислены Со счета МВД Юрию Цукерману Полицейские Пришли В Хинкенский Городской суд Запросили Все бумаги По делу Но было Уже Поздно Как установлено Следствием Фигурант Изготовил Поддельные Документы На основании Которых В 2016 Году Судом Было вынесено Решение О взыскании В его пользу Свыше 215 Миллионов Рублей Находившихся На хранении В уполномоченном Органе В качестве Вещественных Доказательств По ранее Возбужденному Уголовному Делу В отношении Злоумышленника Следствием Было вынесено Постановление О привлечении Его в качестве Обвиняемого По уголовному Делу Мужчина Объявлен В розыск В результате Комплекса Оперативно-розыскных Мероприятий И следственных Действий На банковских Счетах Принадлежащих Фигуранту Обнаружена И заблокирована Часть похищенных Денежных средств В размере Более 85 Миллионов Рублей Предположительный Хозяин И создатель Бизнес-проекта Бог Кузя Является Богатым человеком В этом Убедилась Наша съемочная Группа Побывав В загородной Резиденции Юрия Цукермана Усадьба Расположилась В Новой Москве Главный Особняк Два гостевых Дома Пруд В форме Сердечка Большая территория Такой объект Тянет на Несколько Миллионов Долларов Хорошая горница Твоя что ли? Моя Решение В пользу Юрия Цукермана Вне судья Химкинского Суда Дмитрий Дубровин По странному Стечению Обстоятельств Сразу после Этого Он уволился По собственному Желанию Мы встретились С бывшим Служителем Фемиды И спросили Его Не было ли В его действиях Какой-либо Заинтересованности Я не знаю Лично Цукермана Я с ним Не знаком Я не знаком Не с Фролушкиным Цукермана Я видел два Или три раза За весь период Рассмотрения Дело Я даже его не узнаю Если встречу на улице Поэтому Говорить Что я имею Какое-то отношение Пожалуйста Проверяйте Сейчас же много Разных способов Когда Можно установить Общались ли стороны С кем-то Или нет В частности Со мной Да Просили что-то Встречались ли мы В мае Я унес решение Установил факт Принадлежности Ну дальше там Дальше работал Потом сходил В отпуск А потом В ноябре Я ушел в отставку И эти два факта Между собой Они никак не связаны Рассмотрение дела И уход В отставку Вот и все Я из судейской семьи Мой отец Он заслуженный юрист России Он судья Верховного суда У меня хорошие родители были И я считаю Что меня Правильно Воспитали Я никогда В жизни бы Такого не сделал Вернемся К обманутым Адептам Секты Андрея Попова Часть из них Пришла в себя Но многие до сих пор Продолжают верить В божественность проходимца Несмотря на то Что он Отнял у них Сбережения Многие Не могли поверить В это Ну что Все Бога Кузи нету Многим Пришлось проводить Психиатрическую экспертизу Понять Что они вообще Вменяемые Не вменяемые Давали показания Что волосы дыма Вставали Все утверждали Что он Реальный бог Люди Приходили в себя Спустя там Месяцы Пользуясь случаем Может быть Вы бы хотели Обратиться с чем-то К людям Которые вас знали Или которые о вас слышали Кептал шоу Поле чудес Передать привет Да Самое время Вы знаете Своим родным Близким Любимым Что хочу сказать Все будет хорошо Как всегда Вам сообщались Что вам грозит Я знаю Что это сейчас Тяжкая статья До 10 лет Заключения И второе Почему обвиняют Вторая статья Это создание Этой самой Организации Которая якобы Судьбы Создателей Финансовых пирамид 90-х Сложились по-разному Например Учредитель МММ Сергей Мавроди Успел побывать И депутатом Госдумы И отсидеть в колонии Теперь живет за границей Выходит на связь По скайпу Снова Организовал пирамиду Ее филиал Открыли даже в Индии Основательница Властелины Валентина Соловьева Тоже была осуждена Даже немного Посидела за решеткой Теперь она Частый гость Популярных программ На телевидении Поговаривает Что ходит туда Не бесплатно Возможно Соловьева Тоже чей-то проект Утверждает Что к ней Очень хорошо Относились Самые авторитетные Люди Подольска И некоторые Силовики Интересно Чем закончится Финансовый проект Бог Кузя Не исключено Что после выхода На свободу Андрея Попова Эту пирамиду Секту Перезапустят И снова Начнут выкачивать Деньги И недвижимость А правоохранительная Система Как в случае С другими пирамидами Опять Не дотянется До кукловодов Этих Коммерческих Культов По нашим Ощущениям Бизнес-проект Бог Кузя Был очередной Ловушкой Для тех Кто подвержен Гипнозу А сам Бог Кузя Оказался Обычным Аферистом Марионеткой В умелых руках Владельца И идейного вдохновителя Попов Не глупый человек И все что он делал Делал осознанно С умыслом Один 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 Два 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 Один Три Три Один Четыре Четыре Один В декабря Три Движ Андрей Попов Сильно Изменился Сострег Длинные Волосы Побрился Помылся Переоделся В общем Совсем другой Человек Надолго ли он Стал таким. Ну-ка, полюбуйся на тебя. Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених. Андрей, вы чувствуете раскаяние? А мне раскаиваться не приятно? Ну, а вы же называли себя богом. Вы знаете, без комментариев. Как вы себя в сердце чувствуете? Вы знаете, поставьте себя на мое место, вы себя чувствуете так. Я думаю, не очень. Я скажу. Какой срок получит гражданин Попов, станет известно уже в ближайшее время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой мы увидели деятельность бизнес-проходимцев новейшей истории нашей страны. Выводы делать только вам. До встречи на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok